...время. Всему свое время поразмышлять над этими стихами и писаниями, и там у книги Коэли. Книга Коэли – это самого мудрого человека из всех когда-либо живших. И написано, что ни до царя Соломона, ни после таких мудрых людей не будет. Вот он был такой один из мудрых. А вот вопрос, а какой это в следующий раз? Ещё. А как стать мудрым? Как стать мудрым? Кто знает? Как стать мудрым? Библия, как же Соломона. Простите у Бога. Вот первый, первый способ большой. Простите у Бога. У Якова написано, кто желает мудрости, что делаете? Попросите у Бога. Попросите у Бога, он даёт каждому. Только не сомневайтесь. Вот, это первый способ. А второй способ? Далее не Бога. Нет, читайте, не гадите Его Слово, а та набираться мудрости. Вот, два способа. Первое, просить у Бога мудрости. Ну не знаю, тоже как-то просил, не всегда даёт. Не знаю, может быть на тебе. Вот. Но второй способ, он такой более 100%, да, там можно больше стать мудрым, это читайте, не гадите Его Слово, а та набираться мудрости. Конечно, не просто читать, но и стремиться исполнить. Да, это тоже, в том же послании Якова написано, что люди читают и как в зеркало посмотрели и пошли, не исполняют. Он говорит, такой человек, он подобный на человека, который подошёл, в зеркало посмотрел и не забыл, как он выглядит. Вот. Он говорит, что нужно вникнуть в закон совершенный и тогда ты получишь мудрости. Я вспоминаю, когда читаем Евангелие, мы видим, что люди, сопровождавшие Евангелие, сопровождавшие Ищу, они были, как их называли, люди не книжные и простые, но с ними был Бог, и у них потом была мудрость, да, и они написали потом Евангелие и так далее, книги Нового Завета. Вот. Поэтому, как стать словом, простите Бога и стараться вникать в то, что написано в Слове Божьем. Мы так сегодня и попробуем вникнуть в тему «Всему свое время». И это книга «Инкислят», книга «Куэлли». Скажи, пожалуйста. Итак, мы разбираем сегодня практически этот отрывок. Он у нас будет в домашнем задании. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время вращивать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время световать и время трясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать, время сшивать Время молчать и время говорить Время любить, время ненавидеть Время войне и время миру Итак, он начинает сказано, что всему свое время И я тоже часто думаю, как хорошо, что я живу в это время Я думаю, как я жил в 18-м веке или в 13-м Молодежь тоже может спросить, как вообще можно жить без интернета Кто-то может сказать, как можно жить без стирания машины И там еще чего-нибудь есть, да? Телевизора Вот И на самом деле, поэтому Бог помещает каждого в свое время Кто-то жил 100 лет назад И я тоже думаю, ну как жили наши деды? Ну, как-то неинтересно Даже знаю, сколько сейчас игр и развлечений, интернет Мне кажется, даже как это я молодой жил, да? Не знаю всего этого А сейчас мы живем и вот всему свое время И вот такое время, да? И поэтому, когда мы живем в это время Это значит, Бог нас в этом мире насадил И значит, мы можем исполнить то, для чего он нас призвал И поэтому, слава Богу, за это время И время всякой вещи под небом То же самое, всякие какие-то вещи Они, знаете, ну, кто-то может спросить Как вообще мы жили без мобильных телефонов Даже 10, ну, 10-15 лет назад Ну, мы нормально жили, да? У нас были городские телефоны Потом появились пейджеры, но они были недолго И потом появляются мобильные телефоны И сейчас невозможно представить Но эта вещь появилась в свое время То же самое, что в свое время появился автомобиль В свое время появился полис Я раньше думал, а как-то люди путешествовали там Например, из Европы в Америку Надо было передать послание Тебе нужно быть быстро Хорошо И он на 3 месяца плылет на корабле Потом еще 2 недели где-то он добирается по Америке А они передают другое послание Нужно быстро, он говорит, хорошо, еще так растянется на полгода И путешествовали, помните, апостол Павел Он эти пароходки делал, да, по своим Тоже это же длилось по году, по полгода Попробуй-ка пройти все это побережье Но это было тогда Потом появились пароходы, самолет А сейчас, да, мы не представляем Как это прожить, например Как попасть в другую точку мира Можно очень быстро Сейчас уже, да, без скайпа можно общаться Имея телефон с родами, которые живут далеко Время всякой вещи под небом Кто-то говорит, что телефон придумали Раньше, секретная служба И никто не знает, какой сейчас у них есть средства связи Может быть, я не знаю Но я знаю, что вот сейчас Если эта вещь появилась, значит это ее время Если она не нужна была, значит это было ее время То есть есть всему свое время Есть время детства, время молодости, зрелости и старости Когда мы, я вот сейчас вчера ехал, тоже смотрю на детей, школьников Я такой думаю, как классно, да, беззаботное детство Ни о чем не надо заботиться А что, а когда мы были молодые, мы какими хотели стать? Старшими Старшими, да? Как-то вот Вот мы, в чем бывает у нас мудрости Мы не пользуемся тем временем, в которое мы живем, да? Когда мы молодые, мы хотим повзрослеть А когда мы взрослые, мы хотим куда? В детство, мы хотим возвратиться, да? Мы хотим возвратиться в детство, чтобы нам стать беззаботными Когда ты бегал, гулял и тебе еще вообще не волновало Лучше всего в садике, да? Даже учительный момент Вот Вот, опять-таки Вы знаете, живя вот в этом времени, мы должны пользоваться его благами То есть, да? Я вспоминаю тоже книга Корейец, он напишет интересные слова Говорит, когда молодой юноша, он говорит, ты пользуйся этим благом, да? Но, он говорит, за все ты потом ответишь перед Богом, да? То есть, нужно все равно использовать это время мудро Есть время учебы, время работы, время отдыху Сейчас, конечно, проблема в том, что время работы, а вот время отдыха у людей очень-очень сократилось И очень мало отдыхает, от этого рождаются куча проблем и болезни, потому что не умеет отдыхать Бог сделал хотя бы один день, да? День шабата, когда, чтобы человек остановился и отдохнул И вы знаете, то же самое, бывает, какие-то люди думают, да? Почему со мной, вот это в жизни моей произошло? Почему произошло, это валилось, да? Лестница Ну, Бог, такое время, да? Всему свое время для чего-то это произошло И в нашей жизни случаются тоже всякие события И они происходят тоже, по каким причинам в нашей жизни случаются цели или иные события? На свое время Ну, непонятно, а почему они случаются? Всему время болезни, всему время здоровья Есть Ну, почему в нашей жизни случаются какие-то различные ситуации? По каким причинам, спроса они? На нее А? Испытания, еще какие бывают? Искушения Искушения, еще какие? Радость Но есть внешние причины? Чем обусловлены внешние причины, которые с вами происходят? Время Нет, внешние причины от чего зависят? От нас От нашего чего? Образа, мысли, действий и так далее То есть, если человек пьет и куриц, то у него потом будут какие проблемы? Ну, даже по здоровьям будут проблемы Время, если мы простываем Если человек ходит и не одевается То есть, есть внешние причины, внешние факторы, которые зависят от нас От нас Но есть факторы, которые не зависят от нас Да, вот, например, люди собрались проставить Бога Я вспомнил, даже в тот же случае собрались А случилось с кем-то горе Кто-то выжил, кто-то погиб Но человек не знал, что это произойдет То есть, прищет, то же самое с Иовом произошло Да, уже не знал, что там Бог, Сатанов, там, они За счет, ну, за Иова там имеют разговор То есть, есть внешние причины, почему происходит Да, а есть причины, которые, факторы, которые от нас не зависят Например, война начала Зависят этот фактор от нас или нет? Не зависят Но мы в него включаемся, попадаем Хорошо Итак, мы поняли Да, есть всему свое время И время всякой вещи поднимут Итак, время рождаться Скажите, пожалуйста Время рождаться Люди рождаются И Тоже от кого это зависит? От нас От нас Ну, вообще от Бога Есть планирование Семьи, да Когда можно начинать, чтобы, например, не пить противозречаточные каплетки И так далее Есть планирование, да Я как-то слушал То есть, бывает Ну, у семей там по 10, детей по 12 Это происходит не только благодаря Богу Но это происходит потому, что нету планирования Да, иногда люди просто не планируют Но можно планировать и детей Опять-таки, если там все хорошо по здоровью Вы знаете, зачастую Все-таки дети бывают рождаются не запланированно, да? Теревые 4-го планировали ребенка? Нет, видите, он есть, да? Он планировал через 12 лет Вот Ну, с другой стороны А вы знаете, написано, что дети – дар божий И дети Вот я, например, работаю, когда в нашем такте заниматься И очень много семей подъездят Вот у нас на первых два центра Вот этот центр семьи браков И туда много молодых Артур, я не спрашиваю, что они туда едут Но я-то понимаю, почему они туда едут Потому что не могут иметь семей Тоже подвожу еще много сейчас молодых женщин Которые по 8-10 лет в браке У них нету детей Да, то есть Раньше так Не хочется, ну, то есть, жениваться И дети как-то вот они сами, да, там Господь благосостоял А сейчас многие из хозяйственных детей Но у них не получают Или, да, в связи с чем Какие факторы влияют Может, то, что Чернобыль То, что у нас специальное сейчас стало Химическое Стрелка в этой ситуации И так далее Но, вот так вот Я вот тоже подумал Женщина, у нее тут Детеродный период В основном где-то лет 15 До 45 Ну и 50 есть Ну, часто это, когда молодая, да Как в Европе сейчас Проходит жизнь У молодых То есть Они строят карьеру Семья только появляется И они даже там Если расписываются, да То они все строят карьеру Потому что Дорогое жилье Строится работа Машину купить Обустроится Потом пока задумаются О детях И вот когда они задумаются О детях Она уже не может Женщина всего разных причин Или может Или мужчина Они не могут иметь детей Они потом заводят котиков Собачек и так далее Вот И на самом деле Это очень-очень много Вот эта проблема В Китае, кстати У них вроде бы было перенаселение А когда они сделали этот указ И больше одного ребенка Они еще сейчас указ Это отменили Но там уже Они не могут иметь подбой детей Тоже там Китайцы уже Собачек по всему миру Есть и скупают И так далее То есть Дети дар Божий И конечно же Проблема Когда Убиваются дети Когда обоз Обоз является Убийством Страшным грехом И опять-таки Время рождаться То есть Если человек Есть время рождаться В молодости То надо рождаться Да Потому что Потом бывает И может Не получится И все равно Вот это время рождаться Тоже Зависит От Господа Поэтому написано В многих писаниях Дети дар Божий В словах Вообще написано Что Человек наполняет Ими колчан Да Они считают Как стрелы То есть Которые попадают В цель И это Здорово Здорово Когда Действительно Человек Да Знаешь Запад День Божий Пойдите Размножайтесь Когда есть дети Когда человек Вкладывает А когда Где-то детей Ну в кого они Вкладывают Эти люди Хосиков Собачек И сами В себя То есть Такое Себя Людие Получается Вот Поэтому Время Рождаться И Штума Пишет Что Есть всему Свое время И есть время Для рождения И дети Это Дар Бога И второе Это Время Умирать Время Умирать И открою Пожалуйста Такой вопрос Причины Смерти Человека Расскажите Физическое Старость Болезнь Старость Болезнь Что еще Трагедия То есть Сейчас Пусть Авария Катастрофа Пожар Кинами Что еще Суициды Суициды Депрессии Кстати В Беларуси Мужчины Убий Суицид Собообиды Среди мужчин Мы Первые Возим В Европе Или в мире Идем В Беларусь У нас У нас Очень большой Суицид А о чем Разум Суицид Депрессии Депрессии Неполад Отвержение Отвержение Безысходность Безысходность А чего еще Человек умирает Одна Наркотика Неправильный образ жизни Да Зависимость Алкоголь Наркотики Курение А что еще Алкоголь Ну это понятно Время пришло Войны Входят сюда Эпидемия Входят Убийства Входят Мужчинская смерть Есть И Умереть в доброй старости Еще такое Сейчас Чтобы не забыть Хорошо Я вот хотел Остановиться Умереть в доброй старости Вот Интересно Как такое может быть Входим в местописании Днажды Аврама Которым он прожил Было 175 лет Ускончался Аврам И умер в старости Доброй Престарелый Насыщенный Жизнью И приложил Всех народу Своему Они же в писании Что Такое Не насытится Бога Видением Уха Слышением И так далее То есть Наша жизнь Она По сути Так как Бог создал Душу Бесконечной То мы В жизни Всегда Будем Не насытиться Тогда мы Всегда Что-то Видеть Слушать Смотреть И так далее Но Вот Есть Такое Что Когда Человек Я верю Когда Вы правитель Да Вот Он Умер В доброй Старости Аврам Прожил 175 лет Искончался И умер В старости Доброй Насыщенный Жизнью И приложился К народу Своему Вот Представляете Человек Насытился Жизнью Вот Я тоже Думаю Как можно Особенно С интернетом Когда Можно Все время Что-то Открывать Снова Новое Можно Что-то Изучать Что-то Появляется А вот Такое Бывает Да Умер В доброй Старости Приложился К народу Насыщенный Жизнью Еще Отрез Писания И я вам Говорю Давно Интересно Да Время Умирать Можно Умирать В доброй Старости Давид Сын Иси Сын Сын Израиль Времени Сын Израиль Было 40 лет В хирурде Сын 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 И Умер В доброй Старости Насыщенный Жизнью Насыщенный Богатством Насыщенной Славой И Восорился Шлом А сын его Вместе Вместо него Вроде бы 70 лет Да Давид Прожил Сколько там Да Скажется 73 То есть Казалось бы Небольшой Отрез Да Но Он умирает В доброй Старости Да Насыщенный Жизнью То есть Он насыщился И Отходит До Рун Насыщенный Богатством Я Задумался Да Давид Умер Насыщенный Он Насытился Богатством И насытился Славой Мы знаем Что он Отдал Своё Царство Шлома Да Славу Передал И он Насытился Богатством Я вот думаю Сейчас Богатство Он уже Как там У жадности Весен Давай Давай Смотришь Как современных Олигархов Особенно На русскоязычных Жадные Люди Деньги Деньги Миллиарды Миллиарды То есть Ты потратить Не можешь А вот Как же Давид Насытился Богатством Как вы думаете Не знаю Как-то не знаю Написано В Писании Он жертвовал Очень много денег Написано На храм Там На храм Отдал И там Хотя Было много Детей Жен И им же Нужно было Наследство Оставить Но написано Что он Столько Большим Сумм Пожертвовал На храм И там Написано Вроде бы Все вместе Нет я Они даже Не сравнили С одним Давидом Столько денег Он Пожертвовал И вот Он насытился Богатством А сейчас Смотришь Миллиарды Миллиарды А благотворительностью Занимается Такой Гулькиносик Небольшой Участник Откройтесь Яхты Яхта На яхте Самолет По самолете И все И мало Коттедж Дворцы На дворце И так далее Ну Я не знаю В какой Старости Люди Умирают И в принципе В Писании В том же Интересная Вещь Про богатость Он говорит Богатый умирает И сразу Идет Вас Все И написано В жизни У него Было Доброе Вот он Мог Порадоваться Вот Но ты не знаешь Что все Богатые Идут вам Но большинство Видите Все-таки Как тут Есть По них Такое Писание Поэтому И То же самое Яков Написал Чтобы богатые Не уповали На свое Богатство А надеялись На Господа Бога Но тут Видно Получилось И доброе Старость И он Насытился Жизнью Насытился Богатством И Славой Еще Один Человек Писания И он Жил Сно сорок лет Видел Сыновей Своих Сыновей 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 И умер Старости Насыщенной Днями То же самое Видел Четыре Роды Такого Сыновья Внуки Правнуки Праправнуки Вот И Интересно Есть Время Смерть Да Время Умирать Вот Есть Такое Что Человек Может Умереть В доброй Старости Я думаю Так вот Надо Тоже Стремиться Да Чтоб Ты Был Насыщенный И Бог Уже Готовится К встрече С Творцом Но Бывает Не так Всегда С праведниками А кроме Сописания Праведник Умирает И Никто Не Принимает Это К Сердцу И Мужин Благочестивый Восхищается От земли И Никто Не Помыслит Что Праведник Восхищается От зла Он Отходит К миру Ходящий Примык Он Будет Спокоиться На Лужах Своих Я Тут Сейчас Поведу Еще Два Перевода Почему Потому Что Не Совсем Понятны Праведник Живет И Потом Умирает И Восхищается Да И Никто Не Помыслит Что От Зла По Каким То Причинам Если Посмотреть Бог забирает Праведника Потому Что Может Какое-то Зло Быть На Земле И Просто Бог Его Пораньше Забирает И Ходящие Прямым Путем То 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 Люди Живущие Праведливо Будут Покоиться На Одна Которая Стоит В Мир Стоит И От Этого Зла Может Погибнуть Праведник Он От Ходит К Миру Покоиться На Ложе Своем Ходивши Справедливости Своей То Не Всегда Праведник Бывает Добрая Старость Бывает Что Праведник Да От Зла Прогибает То Какое-то Зло В мире И Этого Мы Знаем Очень Много Везде Которые Верующих Мученической смерти Праведник Погиб От Зла И Еще Один Перевод Это Местописание Праведник Умирает Никто О том Не Задумывается Верный Бог Уходит Но Молодцы Знают Что Так Праведник Ограждается От Зла Миренность Вот Таких Обойдут Покой На Поэтому Размышляет Человек Который Прожил 120 лет Он Скажет Такое Добритание Все Дни Наши Прошли Во Дни В Твоем Мы Теряем Лезда Наши Как Звук Дни Лет Наших 70 Лет А Прибольше Крепости 80 Лет И Самая Ручшая Пора Из Труд Болезнь Ибо Приходит Быстро И Мы Летим Итак Можи Размышляет Человек Который Прожил 120 Лет Который Написано Что У него Зрение Не приступилось Сила В руках Осталась Даже В таком Возрасте Он Говорит Что В принципе Наше Время 70 80 Лет И Самая Лучшая Пора И Как Суд И Болезни И Проходят Али Как И Тег Быстро И Мы Летим И Если Брать В книгу Каэ Он Пишет Что Света Все Е Да Мы В жизни Больше Суетимся И Что Из Этого Следует Так Как Всему Сво Время Что Вы Дожите Делать Ценить Наше Время В котором Мы Живем И Радоваться Потому Что Время Летит Быстро Время Время Заберите Туда Пожалуйста Или Шабар 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 Отправлять Товарищи Этого В Надмине Своим Несчастивым Пенебрегает Господа Не Взличить Во всех Помыслах Его Нет Бога То есть Человек Несчастивый Он Даже Не думает Искать Господа Бога Может В В Своим Несчастьем Да Завос Несчастивый Будет Отверг На Правильные Присмерти Своей Есть Надежды Есть Масса Масса Мест Писаний Где Говорится Судим Несчастивым О Том Что Ожидает И Так Далее Поэтому Чуть Чуть Мы Просто Остановились На Этому Что Несчастивый С ним И так Он Будет Судиться И Здесь И В Будущем Когда Попадет На Господу Богу Следующее Время Наслаждаться Время Волевать Послажим Время Наслаждаться Время Волевать Послажим Закон Сени И Жатвы Что Ты Посеешь То Ты Что И Пожнешь Это Касается Чего И Нашей Жизни Здесь Да То Есть И Физическое И Духовное Сени И Жатвы Что Ты Сеешь То Ты И Пожинаешь Поэтому Мы Что-то Наслаждаем И Что-то Потом Пожинаем Участки С нами Что Будем Делать Посевное Посевное В следующей Неделе Четыре Дня Выходных Мы Будем Сеять Участки Участки По Пожинаем Тоже Написано Ленивец Он Лежит Лев На Улице Лев Но Тоже Самое Касается Внутренних Наших Вещей Что Мы Сеем Внутри Себя То Мы И Пожнем Мое Будущее Определяет Что Я Сею В Настоящем Я И Тот Что Я Посел Вчера Вот То Что Я Вчера Посел И Время Наслаждаем Время Вырывает Посажено Бывает В жизни Наслаждаем Очень Много Бредных Преугольщиков Тоже Самое Алкоголь Курение Попробуйте А потом Вырвать Это Очень Серьезный Процесс Да Но Человек Учали Это Сел А потом Сел Человек Обиды А потом Попробуй От этого Избавиться Ну конечно же С Божьей Помощью Это Сделать Возможность Через Чуву Через Покаяние Хорошо Следующее Время Убивать И Время Врачевать Открой Там Тихо Время Убивать И Время Врачевать И Сюда Можно Знать То же Самое Время Войне И Время Миру А вот Чаще всего Отчего Происходит Война Как Вы Думаете Война Отчего Бывает Какие Причины Обращение Да Бизнес Ничего Личного Облагощение Зависть Кань Из-за чего Убивание Зависть И еще Одна Вещь Которая Бывает Власть Ну Власть Сказали Обогащение Ради Денег Ради Зависти Ну Из-за чего Еще Бывает В России Ну Это понятно Бог Сказал Помните Бог говорил Уничтожать Народы Конкретно И там Не то что Уничтожать А подфорием Да Когда Израиль Шел В землю Ханадск Он Говорил Там Эти народы И еще Бог Высай Пишет Будет суд Над народами Которые Неправильно Из-за того Что они Неправильно Отнестились К Израиль И там Серьезно Какие-то народы Просто будут Судиться О которых Некоторые народы Будут Полностью Уничтожены Да Поэтому бывают Вольны Во имя Господа Да То есть Когда Господь Говорит Ну такие Вежества Чаще всего Это Деньги Власть И Зависть Ну вот Интересно Да Время убивается Время Вращевается Я вспоминаю О войне Да Когда происходили И вот Если взять Вторую мировую Вольну Да И вот Войну Афганистане Война Войне Рознь Тоже Когда была Вторая мировая Люди Защищали Своё отечество Свои семьи Свои земли А в В Афганистане Когда была Это такой свежий Пример Это была Война Вообще Не понятно Говорят Что война В Афганистане Одна из причин Разбала Советского Союза Ну я не знаю Не буду давать Подробности Я слышал такое Но я почему Вижу Что люди Которые воевали В Афганистане Там 90% Из них Алкоголики По какой Причине Которые Возвратились Которые Возвратились Из Афганистана Потому что Эта война Была Не Ну не как Вот Как вторая Мировая Из ветеранов Я не думаю Что там был Такой большой Процент алкоголиков То есть люди Воевали Защищали Защищали В Америке Кстати То же самое Есть очень много Военных Которые приезжают С войн И они Депрессии Они очень много Столько фильмов Процесса По какой Причине А вот В Израиле Нету такого Процента Хотя в Израиле Военные Тоже убивают Да Их Два Две Разные Вещи Да Когда человек Туда его направляют Но это не Он не защищает Свою родину Как было С Афганистаном И И когда Человек защищает Свою родину Я думаю Такие интересные Два Пласта В Израиле Тоже много Тех Кто служит в армии Тоже убивают Но у них Нету такого Процента Суицидов Депрессии И так далее Синдей Военных То есть Потом Человек Который Убивает Ему нужно Время Чего Его нужно Врачевать Да Ему нужно Восстанавливать Восстанавливать То же самое К чему еще Время убивать Время обращивать К чему его можно Отнести Кроме Войны Ну к чему можно Что можно Человек убивать В твоей жизни В мир Время обращивать Что тебе понравилось Наказание Преступление Разве же убивали Я говорю не про Физическое Да Понятно Что же Время Время можно Убивать Отношения Я Знаете Что про что хочу Отношения Да Время Бывает Человек Что Он убивает Отношения С другом Понятно А что Потом нужно Чтобы Постанавливать Время Вращевать Это больше Время Да И поэтому Знаете Конечно Есть такое Время Но лучше Чтобы Такого Времени В нашей жизни Не было Потому что Придется Потом Очень много Расплачивать И вращевать И вы знаете Я еще Смотрю Что В современном мире Появилось Очень много Психологов Да И люди Бегут Психологов В западном мире Вообще Очень много Там И в школах Уже есть И таблетки И препараты Но вообще Задача Психологии Ближит Сфере интересов Вясянской общины Церкви Но к сожалению Да Что даже в этом Церков Проигрывают Очень много Везде Обращаются К психологам Но не Обращаются К священникам Хотя Да То есть Есть Тот Кто дает Шалом В местописании Крой Пожалуйста Придите Ко мне Все Вскруждающиеся Обремененные Я успокою вас Возьмите Игорь На себя Научитесь Из меня Ибо Я Крой Своим Сердцем И надежьте Покой Душам Вашим И бои Довое Благо И время Мое Легко И если Вот эти Люди Которые Воевали Даже Войны В конфликтах Они Приезжают На свою Родину Своим Семьем Моничным Богом Я думаю Там Была Совершенно Другая Жизнь И Шо Говорит Что Он Целитель Он Самый Главный Психолог И он Может Дать Покой Да Шбок Он Назван Богом Шаломом Ну Мы Еще Следующее Время Плакать Время Смяться Время Световать И Время Писать Есть Разное Время Да В Писании Очень Много Написано И о том Что Мы Должны Поститься О том Что Мы Должны Световать И В Писании Еще Много Написано О том Что Мы Должны Радоваться Куда Хотим Еще Что Сделать Порадоваться И Вообще Это Нормально Кстати В книге Эклисиаста Очень Много Говорит О том Чтобы Человек Больше Радовался Почему Сейчас Те же Самые Психологи И Различные Шаги Говорят Люди Говорят Мыслить Позитивно Вы Должны Быть На позитиве И так Далее Но Конечно Тяжело Себя Знать Постоянно Когда Усего Плохо Радоваться Хотя Шагуль Говорит Всегда Радоваться Вот Но С другой Стороны Есть Всему В свое Время Время Печали И Время Когда Вы Должны Радоваться И Конечно Все Зависит От Вашего Восприятия Жизни Вот Поэтому У нас Будут Разные Дни Радостные Дни Плача Дни Печения Дни Светования Дни Когда Мы Смеемся Дни Когда Мы Радуемся Конечно В жизни Желательно Больше Искать Позитивных Моментов Почему Потому Что Как Мы Читали Выше Наша Жизнь В большинстве Своим Труд И Более Дни Книга Говорят Еще Мога Посвящена Тому Чтобы Человек Радовался От Трудов Своих Радовался Семье Радовался Работе И так далее Местописание Тоже Стало Интересно Песят Пишет Лучше Ходить В дом Плача Умершим Лучше Ходить В дом Пира Ибо Заков Конец Всякого Человека Живой Приножет Из Умершим Человек Задумывается Как я живу Всю И Когда он Видит Семья Лучше 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 В дом Плачем Умершим Человек Задумывается Как я живу Я Всю И Когда он Видит Покойник Он Понимает Что Всем Конец Такой Рано Или Поздно Будет Но Как Ты Эту Жизнь Проживешь И Как Тебя Встретит Господь Бог Как Какие Твои Будут Плоды И Поэтому Он Береда Такой Вывод Он Сделал Что Лучше Ходить Это Не Нельзя Радоваться Но Смотрите Серд В В доме Веселье Люди Которые Постоянно Тусуются Радость Какая Чем Они Наполнены Человек Когда Бывает В доме Плачем Умершим Он Понимает Что Все Однажды Станут Без Богом И Ему Придется Отвечаться Свою Жизнь И У меня Домашнее Задание Остальные Местописания Остальное Вот Эти Стихи Книги Игрисяр Которые Мы Начали Это Игрисяр Третья Глава С первого По восьмое Дома Вы Размышляйте И Получите Откровения Нас Над остальными Еще Много Мы еще Не разобрали О времени И Вы просто Размышляйте В течение Недели Может Потом Поделитесь Или Для себя Какие-то Пометки Сделайте О том Всему Своё Время Это Очень Интересно Мы Там Еще Время Камни Разбрасываются Обнимать Что-то Такое Как Вы Думаете Может Через Шабах Можно Будет Поделиться Я Хотел Еще Кое-что Рассказать О Кроме Сописания И Обратился Я Увидел Под Солнцем Что Непровольным Достается Успешный Вер Ни Крабрым Победой Ни Удоров Клеп Ни Разумным Богатством И Не И 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 Человек Не Знает Сво Времени Как Рыба Попадает В Падавшую Сесть И Как Птица Запутывает В Слухах Как Сыны Человеческие Улагаются В Действовое время Когда Она Неожиданно Находит На Них И Для Меня Служит Интересно Странноватое Местописание И Что Какое Бывод Отсюда Можно Сделать Что Тут Проблема Есть Время И Случай На Что То Непровольным Достается Успешный Вер Нехрабрый Победа Но Время И Случай Для Всех И Бывают Время Случай Для Каких То Дел Человек Бывает Был Жил Жил Потом Разблаготел Или Вдруг Стало Успешным Оказался Как Там Нужно Время В Нужном Месте Вот Есть И Такое Но Откроем Еще Еще Перевод И Увидел Я По Солнцам Что Нелегкая Нелегкая Удача В Беге Ни Сеначан Победа На Войне Дяд Гелиат Пальцы Веером Крутил Вышел Давид И Его Спрощили Да Ни Сеначан Победы На Войне И Не Всегда Умудр Клеп Есть Да И Смотришь Вот Да Особенно Не буду Для Кого И Не Разобно Богатство Кстати Не Всегда Умные Они Богатые Бывают Время Случай Вроде Смотришь Человек Посредственный А Вот У него Бизнес Да И Не Скажешь Что Он Себе Пядь В Пядь В Волгу Но Время Случай Да Именно Такого Благоволения Но Сроки Беда Постигают И Смерть И Смерть И Смерть И Даже Человек Час И Подобно Рыбом И Так Далее Мы Не Знаем Своего Часа Смерть Попадая словно рыбу в сеть, словно птицы в село, кто-то встречает смертное, злой свой час, достигающий их внезапно. И вы знаете, читать о которых я понимаю, нужно правильно использовать время и жить правильной жизнью, стремиться так жить. Потому что не всегда ты знаешь, что он сейчас, не знаешь, что он сейчас. Сегодня живешь, люди пошли праздновать этот благо Омарь, а в тот же день он был мертвым. Никто не знал, что у него относится. Вроде бы и пошел делать благое дело. Помните, у Ишлова спрашивают, упала Северная башня, кто из них был в грешне? Ишлова говорит, вы стремитесь жить правильно, потому что не знаю, мы в своем времени и в свое участие, всему в свое время и в свой час. И вот притча по этому поводу нет по судьбой. Ребе Зусе нужно было вернуть в долг к утру, а денег не было. И вот там эти ученики заволновались, откуда Ребе возьмет деньги, долг надо возвращать, серьезный долг, а Ребе спокоен. И тут Ребе садится и пишет 25 способов, в которые могут прийти деньги. И на отдельной записке пишет еще 26-й. И вот на утро деньги откуда-то пришли, в Ребе из кучи, да. И ученики просчитали весь список из 25 возможных способов, но там не оказалось ни одного случая, благодаря которому пришли деньги. Когда Ребе Зусе открылось, где эта бумажка там написана, Бог не нуждается в советах Ребе Зусе. Вот поэтому, вы знаете, очень часто бывает так, что есть вредные случаи, не про вольному, а что-то достается, да. А сейчас очень можно, да. Три способа на пути-путь сперва, семь способов, как стать богатым и так далее. И ты можешь все эти способы выполнять, и все ничего не будет, да. А потом раз, вредные случаи, ты что-то получил. Вот. Поэтому нам, что же нам необходимо еще на местописание всего этого. Ибо время начатся в суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющийся Евангелию Божьей? И если праведники два спасаются, то нечестивые грешники являются. И так и праждущие того или Божьего придадут Ему, как первому Создателю Души Свою, делая добро. Добро. И Кипар, Шимон, Петр, он, да, он тоже смотрит на это. Но если праведники два спасаются, а суд Божий начнется с нас, да. То, если да, то что тогда будет с несчастливым и грешником? И поэтому суд мы должны наше время проводить правильно. Потому что время начаться, Божий суд однажды начнется с кого? С тех людей, которые должны были являть Бога. Вот. И Бог будет судить всех людей, но начнет он с верующих. И поэтому нам нужно жить согласно Божьего плана, да. Исполняя Его волю, уповая на Его милость и правильно использовать то время, которое у нас есть. И то же самое молитва Моша. Научи нас так счастливыми, чтобы нам привести сердце мудро. Да, тоже относится к времени. Моисея спрашивает у Бога, он просит, Боже, дай мне правильно определять это время правильное и исчислять, чтобы жить правильно. И вот последняя причина сегодня. Ребе Экиль Меер из гостилина поехал как-то в храму Святой недели Шаббет к своему ребе-наставнику Менахему Менглю из Коса. По возвращении Мейера тесть спрашивает у него, и что ты узнал за время своего пребывания в Ходске? Был Шаббет, описывал Ребе Экиль, и мы изучали 10 заповедей. Глава Тора, наверное, была, да? Какое совпадение, иронично заметил тесть. И у нас здесь тоже, представляешь, был Шаббет, и мы так и тоже изучали 10 заповедей. Или, может, сотни другие заповеди, если я отправился в такую даль, чтобы познакомиться с ними? А ведь и храмы воспитывают Экиль Меер. Коски в заповеди отличаются здешним. Как это, недоверчиво спросил тесть. Что, например, мы узнали в заповеди неукрасимых? Ну, очень молодой. Учин продолжать идумевать тесть. Не забирал другого тучи, вот себе никто не решил то, что не твое. В этом была разница. В Коске я узнал, что нельзя воровать не только у других, но и у себя самого. Как это относится к времени, мы очень часто в любом время воруем. У себя самого бывают и другим, своими ногами ручьими просьбами и что-то еще. Но бывает, мы это время воруем. У себя в самой, помню, песня группа «Дружки» такая была, в прошлой шахте, и там было время, оно как века. Быстро, стремительно. Жизнь, она так, как, думай о ней наперед. Думай о том, как прожить. Этот день, в общем, как любить друзей. Как любить друзей. Вот дни лукавых, время, знаете, течет, как речка. Как речка растечет. И поэтому мы должны использовать все дни, которые нам даны. Почему? Потому что старости, когда уже будут, да, уже не будут, не до службы. Да, мы уже будем обрекать, уже будем больше о своем здоровье заботиться. Вот поэтому важно использовать время. И всему есть свое время, да, есть время служения, и празднику, и так далее. И я в конце хочу, пускай это обетование, обетование того же псалма Моша, оно будет как молитвы на сегодня. Да явится на рабах Твоих, на всех нас дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа нашего на нас. И в деле рук наших с поспешистой нам. В деле рук наших с поспешистой нам. Аминь. Аминь. Спасибо тебе.